Сегодня я надела специально шляпу для всех тех, кто бурную негативную реакцию проявлял, когда я была в бейсболках. Надеюсь, сейчас я не копирую еще либо культуру, не выросла из нее, не подражаю никому. Привет-привет, это видео у нас о покупках. Поехали! Быстренько покажу курточку для мужа, спортивная, синенькая, теплая. Кроссовки типа Nike, Air Max, сайд с различными фейками. Они предложили мне сначала выбрать какие-нибудь сумки, кошельки. Для меня лучше не брендовой сумкой, поэтому я решила выбрать что-нибудь из спортивного. Должна сказать, что не пожалела, куртка хорошего качества. Кроссовки, они, конечно, далеки от оригинала, но в целом, чтобы просто как-то менять их, как мой муж сказал, можно поносить. Пришло это очень быстро, буквально в течение недели. Я не знаю, они, наверное, самолетом такая быстрота, потому что я блогер. Или они настолько быстро отправляют всем покупателям. Ну а следующие вещички для меня с сайта Lookbook Store. Сейчас кимоно очень модно, вы, наверное, на многих блогерах могли видеть. Но, к сожалению, бабье лето у нас было довольно-таки прохладное, и в сентябре мне так и не удалось поносить. Накидочка какого-то персиково-непонятного цвета. На сайте почему-то оно помечено как розовый цвет. Я уже снимала в ней аутфит. В общем-то, очень удобный, хотя не скажу, чтобы по качеству было все супер-пупер идеально. Где-то торчат ниточки, ну, в общем, такие мелкие. Обалденная розовая накидка. Хочу еще другого цвета. Даже когда сейчас сверху мы надеваем верхнюю одежду, то всегда можно вниз надеть вот такую штучку на маечку. Она и согревать будет. И плюс, когда разденешься где-то в помещении, будет тоже очень хорошо выглядеть. Следующая Макси-накидка. Тоже вы могли видеть ее у меня в Инстаграм. Хорошее качество, приятная к телу ткань. Сейчас тоже на различных свитерках. Модные вот такие всякие дырочки, вырезы. Мелкая легкая вязка, приятная к телу. Пальто в Инстаграм оно очень вам понравилось. Цвет, конечно, классный. Качество тоже. Это больше такой фэшн не на каждый день, потому что не очень удобная горловина. Приходится все время это все как-то здесь застегивать. Поэтому, да, это очень красиво, но не совсем практично. Следующая приятная кофточка. Париж. Очень мягкая здесь, мне кажется, шерстяная ткань. Кстати, вот эта маечка с девочкой очень обалденная. Многим она вам понравилась. Сейчас очень модно различные украшения, массивные, с цепью. И я решила подобрать себе не совсем Макси вариант. И здесь у нас такой лев. Обалденная, необычная ветровочка. Она очень удобная. Капюшончик, в общем-то, очень хорошо сделан. У меня тоже есть фотография. Следующие супервещички с сайта Choice. Вы уже видели эти брючки в Инстаграм. И также аутфит я с ними выкладывала. Обалденные. Просто качество на высоте. Классный ремешок, который можно носить с чем-нибудь другим. Супер-супер. Еще хочу себе в белом цвете такие же подобрать. Обычные черные брючки, казалось бы, вы также могли видеть в Инстаграм. Но они так здорово смотрятся. Облегают вашу попку, ножки. И буквально подчеркивают все ваши какие-то достоинства. Скрывают недостатки. Ткань стрейча. Если вдруг в талии что-то лишнее где-то висит, это ничего не пережимает, ничего не свисает. И, в общем-то, очень хорошо подстраивается, адаптируется под вашу фигуру. Казалось бы, обычные черные брюки. Но их тоже не так-то просто подобрать, чтобы все идеально сидело. Мне нужны были джинсы темного цвета, без каких-либо дыр. Я остановила свой выбор вот на такой модели. Тоже ткань стрейчевая. Все тянется. Ничего нигде не висит с ними. Поэтому очень довольна. Тоже могу вам рекомендовать. А также с Choice вот такие шляпы. Тоже сейчас все эти аксессуары. В принципе, не только сейчас. Это всегда было как-то очень красиво, оригинально. Но вот только сейчас я решилась на, казалось бы, такие широкие поля. Раньше я абсолютно была не готова к этому. Мне казалось это как-то странным. Выйти у себя в городе в этом. Но сейчас я смело могу это все носить. И просто суперски все это смотрится. Поэтому заказала себе сразу две. И последние вещички с сайта Чикнова. Это вот такое кимоно, в котором я сейчас сижу. Тоже классненькое. Приятное к телу. Я очень часто носила его на прогулке. Потому что... Потому что когда... Когда гуляешь с маленьким ребенком, и вечерами становится уже прохладно, такие вещи просто незаменимы. Я всегда клала их в коляску и доставала, когда мне было необходимо. Ну и вообще, я считаю, что такого рода вещички очень классно дополняют образ и красиво смотрятся. Если от кимоно я осталась в полном восторге, то следующая рубашечка, в принципе, я тоже надевала один раз. Но могу сказать, что она не стоит своих денег. Слишком синтетическая какая-то ткань. В общем-то, не очень советую. Хотя, в целом, она неплохо очень смотрится. И следующая. Очень жалко. Вот такие бойфренды. Плотная джинсовая ткань. Я в них не влезаю в талии. Просто это не моя модель. И она, видимо, требует более высокого модельного роста, как мне кажется. Очень жаль, потому что сами по себе они клевые. И качество джинсы тоже суперское. Это все мои обновки для осеннего гардероба. Пишите, что прикупили вы себе на эту осень. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok